здравствуйте уважаемые зрители мы продолжаем проект сет как устроена безопасность в рамках которого обсуждаем предельно откровенно вопросы информационной безопасности в российских компаниях сегодня в гостях у нас павел фомичев павел приветствую что ж павел представьтесь где вы работаете чем занимаетесь каково ваше образование собственно как вы попали нашу отрасль первая работа как и у всех кто начинал в этой отрасли это естественно турнир компьютеров я это время ездил за первым компьютером организации покупать я помню глаза директора который был почему-то дать столько денег начал сис отменить потихоньку закончил учебу пошел в банку учиться чтобы очень интересно но получилось тяжело пусть опросившись там два года я тут ушел меня вместо работы сменил место учебы я пошел работать главный выяснительный центр министерства путей сообщения на то в то время еще теперешней у ржд я попал на воде информационной безопасности который был незадолго до этого создан компания ждет компания огромная это одна из самых больших осетей в мире вообще вода на плане эти очень мощно росла до росла она безумно мощно потому что вот здание главного центра то есть регулярно отбирались рабочие кабинеты вместо них сделались сервины тогда же внедрялся сап в ржд масштабнейший огромный проект которыми они некоторым образом участвовал в плане безопасности безопасность тоже активно развивалась развивалась техническая часть были центр сертификации было шифрование то есть опыт потрясающий минус конечно там был один как и в любой государственной лопатной структуре этого по оплате поэтому переместился в коммерческую структуру это была компания которая занималась инженерными пластиками на должность собственно говоря безопасника именно информационного безопасника в рамках службы безопасности в 2005 году изменил свой статус в этой компании я из чисто безопасника стал руководителем айти службы целиком и к этому времени я уже отучился на mba мне это сильно помогало честно скажу то есть изменилось мировоззрение то есть если раньше я не буду чайки не понимал как это руководство не понимает что нужно это сделать отучившись я понял какие-то эти айтишники глупы говорит совершенно не о том безопасности очень такая тема на скользкая и не видно обосновать ее сложно потому что как бы что будет если вам не дам миллион да в общем может быть ничего и не будет даем пока миллион не дал какие планы делаем какие-то маленькие пробнички пилотики смотрим чтобы к моменту когда станет лучше и легче мы уже могли быстро запустить в продакшн что-либо и сделано да то есть и сделано мы перешли на централизованный антивирус что в общем стало гораздо легче потому что мы знаем где что как почему то есть нам не через неделю приходит информация что где-то на дальнем востоке ословили шифровальщик и директор потерял все данные мы как бы уже знаем что были попытки их отбили надо посмотреть по повнимательнее что происходит плюс это реально принесло экономию потому что когда каждое лицо покупает свои там 5 10 20 лицензии ли мы централизованно покупаем на на всех экономить реально получается в разы своими это обосновали на это денег дали спокойно и сейчас у нас на направление по безопасности наверно больше идут в физическую защиту то есть это мобильное устройство флешки ноутбуки съемные диски как бы фактически компания в общем тренде до второе направление все таки контроль и аудит причем если аудит это имеется ввиду не только как какие-то разовые даты пришли люди посмотрели далее рекомендации ушли мы их исполнили аудит постоянный в планах аудит все-таки да именно по безопасности потому что много чего есть много всего сложного и интересного и самим просто можно много чего пропустить плюс на самом деле такие отчеты они более и такой же находят для руководства именно до до руководства и у как причастных отделов и сотрудников и контроль пола не не то чтобы как бы за каждым сотрудником будет стоять человек а с рождем и камерой да нельзя смотреть за я человеком там 24 часа в сутки все равно на это когда войти смотрится больше как бы его за активностью если активной станции нестандартная вот там уже надо обращать внимание выискивание аномалий да да и но здесь поведение в данных это огромное направление не только безопасности этой в целом что касается каких-то реальных кейсов инцидентов расследований то вот что не страшно рассказать нам многое было за все это время до начиная вот банальные потери ноутбука на котором были данные которые реально важны и нужны а при попадании там в руки конкурентов скажем могли причинить очень много беды к счастью часть таких это инцидентов заканчивалась благополучно то есть там вернули ноутбук например да все вместе не догадавшись что да 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 как бы у нас в компании есть научно-технический центр который у нас очень много своих разработок ноу-хау патентов то есть нам есть что скрывать защищать защищать да и так мы компании продающие то что мы производим естественно продажи клиенты цены скидки в несколько случаев когда люди отправляли клиентов которые за приходили к нам их отправляли в другие места чтобы там купить дешевле за свой интерес мы поняли что против таких вещей мы довольно незащищенные формация была поделена на категории что где лежит кто имеет доступ люди при приеме на работу стали расписываться о том что они обязуются хранить защищать и никому не рассказывать есть качество целенаправленные попытки сливов в качек собирается увольняться например все он плохо увольняется чем отслеживаете мы работаем во первых с руководством разных уровней по нас предупреждала что если есть подозрение или они какие желание избавиться от человека чтобы нам говорили мы тогда производим комплекс мер да мы делали директор копируем информации этого человека ограничиваем доступ и возможно ставим какой-то под контроль чтобы понимать если он начнет дергаться грубо говоря даже можно было на во время отследить но это редко потому что на самом деле обычно всех решает валить его вален быстро то есть без этих отключаются все доступы и все какие-то инциденты возможно заражением до некоторые назад была прям масса этих локеров очень про противные вирусы кстати это один из пунктов почему мы перешли на централизованные антивирусы в том числе вы выбрали у сет потому что он хорошо их отрабатывал и очень удобно сделано оповещение прочее то есть как только что-то пытается произойти можно а фактически знаем можно успеть сейчас послевременно кстати стало потише ну то ли за того что мы уже везде поставили антивирусы где хотели и он работает то ли видимо сейчас вирусописатели придумать что-то новое пользователи особенно не очень технически грамотные на редкость ловки люди я еще в бытность и не кейсчиком сюда поражался как они делают такие вещи с компьютером по которой я как там просидевший много лет и там разобравший до кустик не знаю как это сделать они делают нажав там несколько кнопок я не знаю на самом это на самом деле тоже большая беда то что когда человек имеет доступ официальный и не очень понимает как мы с этим работать он может наломать дров ну лично это по всей видимости обучением тут несколько путей да во первых минимизация все-таки прав уж нас любят давать как бы чтобы работу дадим а побольше там главное чтобы работала как бы нет лучше так максимально обрезать в правах во всех чтобы он не мог сделать больше чем ему нужно до учить пользователей обязательно правда есть категория которая не учится но тут уже переходим на следующий уровень организационной цепочки как в том анекдоте вашу проблему решить очень просто как берете листик бумажку пишите прошу уволить меня по собственному желанию да на самом деле на мой взгляд этого если человек не может и не хочет то компании нет смысла бороться за него какие-то планы на развитие понятно про аудит да но тоже нравится всего остального планов много да значит мы сейчас смотрим все-таки в сторону инструментальной защиты инструментальной защиты данных шифрация то есть на съемных носителях на мобильных устройствах в почте причем это не только от злоумышленника но в том числе и от дурака да потому что когда есть финансовый контролер нечаянно пересылает важный файл там всем или кому не надо это 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 бывает но это этого делать нельзя поэтому вот такие системы защиты они позволяют отключить и вот эту возможность пользуется он не может отправить кому-то кому он хочет а только тем кому он может наведением порядка стандартизация и переход на следующий уровень пока мы все это делали появился что-то новое мусы еще до пользователи расслабились появились новые технологии если 10 лет назад мы на электронную почту со скрипом переходили то есть реально зачем нам это надо сейчас попытка остановить почтовый сервер на 15 минут это в общем-то катастрофа рада расстрелы был пару лет назад случай мы возвращались с главным администратором из командировки как раз перепосадку самолет упал почтовый сервер те ребята кто был на месте не смогли ничего сделать там какая-то была хитрая штука связь виртуализация этому где-то код вот главный администратор в аэропорту интернет был отвратительный он что мог попытался через 3g сделать причем я с планшетом а ловил 3 3g бегал по аэропорту родами раздавала вайфай вот это вайфай пытался что-то сделать не получилось были мы где-то недалеко то есть там час с небольшим лететь когда мы приземлились у меня 30 неотвеченных звонков там 100 смс ок на телефоне мы в аэроэкспресс и вот всю дорогу до офиса то есть я висел на телефоне объясняю руководству как так получилось кто касается работы с производителями решений понятно что все производители у нас разные расскажи про проблемы были случаи да когда мы просто с криком спасите помогите позвонили интегратором мегали 5 минут то есть находили у себя кто в этой теме человеку подключался и спасал фактически да поэтому это важно причем на самом деле это как был не закрепляется каким-то договорами к сожалению был нас опыт такой покупки внешней поддержки не понравилось на самом деле потому что долго некачественный как-то в общем особо не нужно поэтому свое время было принято волевое решение пробитого руководства что мы идем в сторону унификации стандартизации да мы будем покупать скажем там одного сетевого производителя да он дороже на всю группу компанию да пока по крайней мы начинаем с центра потом расползаемся уже по мере необходимости и возможности дальше стараемся с помощью той самой стандартизации унификации минимизировать возможные проблемы потому что когда все хорошо когда инфраструктура ровная стандартная обновленная забыкапленная то ее и ранить-то сложно а виртуализация в свою очередь да как база уходя от железа несколько в сторону она вносит свои плюсы во все это то что стало где-то гораздо проще да упал сервер остановили да да то есть простой там в 10-15 минут он даже может быть и не замечен останется мы завершаем этот выпуск сайт как устроена безопасность будем рады видеть вас следующий раз новых выпусках всего вам доброго до свидания